День в студии Андрея Латынцев. Здравствуйте! Коротко о главных темах выпуска. Подмосковье в преддверии холодов. Какие задачи ставит глава региона? Регулирование компаний, которые оказывают услуги, они все должны добросовестно выполнять свои обязательства. Хирургический корпус МГКБ вышел из красной зоны. Не медицинское, но полезное оборудование. Поликлиники номер три устанавливают современные лифты. Все оборудование, практически лепетка, тоже установлено. Бабье лето отменяется. Отопительный сезон стартовал. В какие дома тепло придет раньше? Кто станет номинантом премии Железкина? Мы, тищенцы, знакомятся с лучшими конкурсными постановками. А теперь об этом и многом другом более подробно. Глава региона Андрей Воробьев провел совещание с членами областного правительства и главами муниципалитетов. В связи с предстоящим похолоданием в Подмосковье запускают системы отопления. Осенью необходимо завершить все дорожные и строительные работы. До конца года должны сдать 11 объектов, включая путепровод на улице Фрунзе в Мытищах. Губернатор акцентировал на необходимости уже в сентябре запустить здесь движение. Не обошли стороной трагедию в Ногинске. Андрей Воробьев призвал законодательно проработать установку датчиков утечки газа в многоквартирных домах. А работу сервисных компаний необходимо брать под контроль. На площадке Государственной Думы пройдут слушания и мы должны подготовить все необходимые предложения в части датчика, в части регулирования компаний, которые оказывают услуги. Они все должны добросовестно выполнять свои обязательства. Главе региона отчитались и о строительстве учреждений здравоохранения. Только за прошлую неделю их открылось несколько. Все учреждения оснащены самым современным оборудованием и построены по новым стандартам. В продолжении темы. Хирургический корпус Матищинской городской клинической больницы вновь сможет принимать пациентов своего профиля. Полтора года он находился в красной зоне. Здесь проходили лечения жители Московской области с диагнозом коронавирус. Сейчас наблюдается спад числа заболевших. Если две недели назад эта цифра составляла 229, то сегодня на стационарном лечении Матищинской городской клинической больницы находится 85 пациентов с ковидом. Факторов снижения численности заболевших несколько. Один из ключевых – вакцинация. На сегодняшний день привились от коронавируса почти 110 тысяч человек или 45% жителей. Пятую часть всех привившихся составили пациенты старше 60 лет. Вакцинация продолжается. Сделать прививку можно в 11 пунктах – это поликлиники и крупные торговые центры. Преобразование и в медучреждениях округа. В поликлинике номер 3 пришло время заменить лифтовое оборудование, которое проработало более 25 лет. Замена лифтов стала возможной благодаря поддержке Министерства здравоохранения. С подробностями мои коллеги. Поликлиника номер 3 рассчитан на 750 посещений за сутки. Пропускная способность довольно высокая, поэтому пациенты пользуются лифтами в регулярном режиме. Особенно они необходимы для маломобильных граждан. В связи с завершением срока эксплуатации старых лифтов было принято решение заменить их на новые. У нас имеются узкие специалисты, такие как травматолог, хирург, невролог. И ожидаем трудоустройство кардиолога в нашу поликлинику. Также мы рассматриваем возможность трудоустройства терапевтов. И формируются новые участки ввиду перераспределения участков и перекрепления пациентов между филиалами. К замене лифта в поликлинике приступили в августе. Начали с пассажирского. Инженер по эксплуатации Матищинской городской клинической больницы говорит, что основная доля работ по установке оборудования уже произведена. Внутри произведена замена направляющих кабины, противовеса. Все оборудование, практически лебедка тоже установлена. Осталось только мелкие детали и собрать саму кабину. После завершения работ по установке пассажирского лифта специалисты перейдут к грузовому. Сейчас он выглядит так. Дверные механизмы будут меняться. Насколько мне известно, по внешней части они еще определятся, а внутренний блок с дверьми точно будет под замену. Закупка необходимого оборудования всех комплектующих материалов для грузового лифта уже произведена. Так что пациентам осталось подождать совсем немного. Со мной происходят всякие неприятности. Вот в данный момент я сломала себе позвоночник. Поэтому вот мне очень нужен лифт для того, чтобы подняться там в кабинет к врачу или там на рентген. Поэтому у нас были лифты старые, не очень хорошие, как бы неудобные. И вот для того, чтобы нам было хорошо и комфортно, это будет очень здорово, если лифты нам поменяют. Замена лифтов произведена в рамках региональной программы по поручению губернатора. Алла Сталаева, Константин Химичев, Первый, Мытищинский. Большое голосование в России начнется уже через два дня. Жителям страны предстоит выбрать депутатов Государственной Думы. Кроме того, в Подмосковье пройдут выборы в Московскую областную думу. Голосование продлится с 17 по 19 сентября. На территории округа уже сформированы 118 избирательных участков. Будет четыре бюллетеня. Значит, один бюллетень – это по общефедеральному списку. Там у нас будет, получается, что 14 партий в данном списке, то есть он очень длинный получается. Далее, по одномандатным округам в Государственную Думу 9 кандидатов. По нашему избирательному округу, 117 Балашихинскому, в который мы входим. В Московскую областную думу у нас получается, что в партийном списке 10 партий, а одномандатников 8 человек. Во время голосования будут соблюдены все необходимые противоэпидемические меры. Участки обеспечат санитайзерами и средствами индивидуальной защиты. Мытищенцы также могут подать заявку для выезда мобильной бригады с урной. Кому доступна такая услуга, подробнее смотрите в рубрике «Актуальное интервью» сразу после выпуска новостей. О готовности избирательных участков к единым дням голосования поговорим также в этот четверг в прямом эфире программы «Диалог с властью». Гость студии и заместитель главы городского округа Мытища Евгений Глинкин также подведет предварительные итоги работы многофункциональных центров и расскажет, как в округе реализуется программа инициативного бюджетирования. Задавать вопросы можно уже сейчас по телефонам, указанным на экране. Выстраивайте свой диалог с властью. Ждем обратной связи. О происшествиях. 11 пожаров зафиксировали на территории округа за неделю. В большинстве случаев горели дачные постройки. Так от огня пострадали дома в 3-м Ярославском переулке и в деревне Витенева. Бытовки, гаражи и мансарды горели в деревнях Вешки, Пирогова, Поветники. В Грибках также загорелся дом. Была угроза распространения огня. Прибывшие на место пожарные сработали оперативно. Пострадавших нет. Причины возгорания в частном секторе по большей части известны. Неисправность электропроводки и неправильное использование ее. Плюс неисправность при монтаже либо использовании каминов, печного отопления. Сотрудники МЧС напоминают об осторожности при обращении с огнем. Количество бытовых пожаров, возможно, снизит запуск систем отопления. К пробным топкам приступили еще на прошлой неделе. С сегодняшнего дня разгонять тепло стали и на территории округа. По желанию потребителей была запущена система отопления на значительные части объектов. 86% объектов соцсферы и 85% жилого фонда имеют тепловую энергию на нужды отопления. Далее по обращению любого потребителя будет произведен пуск системы отопления. Бабье лето теперь будет только в квартирах. По прогнозам синоптиков, на этой неделе и в последующие дни ожидаются дневные температуры воздуха до 12 градусов тепла. Ночные – до 7 градусов выше нуля. Однако прогнозам верят далеко не все. Это показал наш очередной опрос. Очень надеюсь, что нас еще ждут теплые деньки. Очень не хочется верить в то, что оно закончилось. Солнышко светит сухо, желтые листочки опадают. Красота вокруг. А завтра в сне на тесла уже будут включать отопление. Да, это не очень хорошо. Счета очень большие за отопление. Бабье лето впереди. Вы верите в него? Ну, конечно. А вот завтра уже включают отопление? Да ну, рано, рано. Будут еще теплые деньки. Вы верите в Бабье лето? Конечно. Ну, оно как бы сейчас идет, еще может неделю простоит, продержится. Рассчитываем, что на следующей неделе похолодает уже. Еще будут проскакивать, так сказать, потому что Бабье лето еще должно быть. Верите? Верю, конечно. А уже начинают включать и отопление? А, ну, если где-то и нужно, то я думаю, что надо включить. А так в основном нет, еще рано. К другим темам. С рабочим визитом мытища посетил депутат Московской областной думы Вячеслав Фомичев. Он встретился со старостами сельских населенных пунктов, обсудив вопросы газификации, пообщался с коллективом молодежного центра «Импульс». Работники учреждения культуры поделились планами на новый сезон. Также за чашкой чая депутат поговорил с учителями 6-й школы о развитии системы образования округа. Подробности у моих коллег. Президентская программа «Социальная газификация» стартовала всего несколько месяцев назад. Проделана большая разъяснительная работа с жителями сел и деревень. Голубое топливо должно прийти в каждый дом. С какими сложностями приходится сталкиваться, обсудили в рамках очередного заседания комиссии. В рамках депутатского контроля Вячеслав Фомичев также принял участие в диалоге с сельскими жителями. Реализация проектов «Срок» на сегодня одна из стратегических задач. Вопросы у каждого возникают разные. Деревни, частный газопровод. Как быть в этом случае? И, конечно, исчерпывающие ответы на все вопросы были получены. Это очень важно, чтобы был населенный пункт. Очень важно, чтобы это домовладение было зарегистрировано и газ будет доведен до земельного участка. Всего в микрорайоне Пироговский 48 сел и деревень. 15 из них получат газ уже в этом году. 542 домовладения подлежат социальной газификации. Но хочу сказать, что у нас появляются поправки в данной ситуации. Есть такие к данным «Мосмолгаза», что есть домовладения, которые уже подключены были. Это неточные сведения какие-то. А есть домовладения, которые не попали в список «Мосмолгаза». Но они, тем не менее, находятся в гарнице с населенного пункта и подлежат подключению газа в рамках данной программы. В городском округе Мытищи в рамках программы будут газифицированы 2678 домовладений. Уже подано более 1400 заявлений. Вопросы заключения договоров отработали. Сегодня у нас уже есть четкое понимание, сколько домов подлежит до газификации. И в ближайшее время «Мосмолгаз» приступит к реализации данной программы. В рамках рабочей поездки Вячеслав Фомичев пообщался и с коллективом молодежного центра «Импульс». Свою работу центр начал в конце прошлого года, объединив активную и творческую молодежь округа. Общение с депутатом прошло в обновленных стенах. Основной акцент мы делаем все-таки на развитии творческой стороны молодежи, на развитии их творческих талантов. Самое главное, что мы в этом году сделали, то, что наше пространство открыто 24 на 7. Молодежь, люди могут приходить сюда в любое время, творить, снимать фильмы, репетировать, танцевать. Молодежь, она, попав к нам один раз, остается с нами уже навсегда. Центральная тема разговора – воспитание молодежи. Вячеслав Фомичев привел несколько положительных примеров, прежде всего опираясь на личный опыт. Воспитывать можно и на примере добрых дел. Молодежный центр «Импульс» собрал под одной крышей все волонтерские организации округа. Очень сплоченные, поддерживают друг друга, и самое главное, они делают большое дело. Я считаю, что вот такие центры – это как пример для любого молодежного коллектива, и пожелаю всего самого хорошего в реализации тех проектов и с молодежью, и творческих. При этом Вячеслав Фомичев еще раз призвал не забывать ветеранов. В этом музее памяти Великой Отечественной войны при военно-историческом клубе «Штандарт» собраны уникальные экспонаты, привезенные поисковиками с раскопок. Уже 8 лет музейные дела ведет ветеран войны, бывшая узница фашистского концлагеря Валентина Лашина. Вы по-настоящему гордость нашего городского округа. Мы вас любим. Спасибо. Другое флагманское учреждение, уже в сфере образования, 6-ю школу, в рамках рабочей поездки также посетил Вячеслав Фомичев. Несколько лет назад здание претерпело реконструкцию. А два года назад в состав школы вошел 23-й лицей и 4 детских сада. Развивать их в направлениях, естественно, научной, исследовательской работы. Потому что детские умы, они же очень пытливые. И чем больше мы заложим их в том возрасте, разбудим в ребенке желание исследовать дальше, узнавать что-то новое, получать удовольствие от того, что они узнали что-то новое, что-то исследовали. Вот от этого будет зависеть их и дальнейшая жизнь. За чашкой чая обсудили насущные вопросы воспитания подрастающего поколения. Директор школы Лариса Ляпина рассказала о дальнейших планах, в том числе о работе с дошколятами. К 2023 году на территории шестой школы возведут дополнительный корпус на 200 мест. Площади позволят создать еще более комфортные условия для учащихся. И в завершении выпуска о культуре. В преддверии нового театрального сезона в Мытищах традиционно проходит конкурс на соискание театральной премии имени Станислава Железкина. Победители определят уже в эту пятницу. У мытищенцев еще остается возможность познакомиться с лучшими постановками. Актеры театра студии «Новая сцена» из Переславля-Залескова готовятся погрузить зрителя в атмосферу китайской провинции Сычуань. Последние приготовления перед выходом на сцену. Проверка реквизита, физическая разминка тоже помогают снять напряжение от встречи со зрителем и жюри. Эту постановку по пьесе Бертольда Брехта «Добрый человек из Сычуани» актерский состав играет уже три года. Дважды выставляли ее на театральные конкурсы. О престижной премии Станислава Железкина коллектив узнал в прошлом году. В очередной раз решили его выставить на суд. Он такой достаточно серьезный, в зависимости от того, на что нацелен и заряжен зритель. Если хочется порадоваться жизнью, то это не совсем к этому спектаклю. О добре и зле, о соотношении, о том, как одно без другого не ходит. У любого человека есть баланс добра и зла. Без зла не будет добра, мы его не будем чувствовать. Без добра не будет зла. И это нормально, что добро и зло рядом с нами живут. Лишь бы были правильные пропорции. И каждый это выбирает для себя, какие пропорции он для себя возьмет. Анна Потапова играет главную героиню Шенде. Именно она на протяжении спектакля пытается подавить в себе темные стороны. Главная ценность, которую должен усвоить зритель – не оставаться равнодушным. Пьеса, написанная в 1941 году, во все времена будет актуальной. Следовательно, имеет право на жизнь на театральных подмостках. На этой неделе во Дворце культуры Яуза пройдут и другие спектакли. Всего нам предстоит увидеть 9 спектаклей. Три для детей, три для взрослых – это профессиональные, и три – любительские. Мы должны судить так, как будто эти премии выдает сам Станислав. Большинство жюри Стаса знают уже много, знали уже много-много лет, много десятилетий. Поэтому у нас такая вот обязанность – сделать так, чтобы нам не было перед Стасом совестно. Главная интрига раскроется в эту пятницу. Назовут победителей. Поклонники театрального творчества в предвкушении. Андрей Латлинцев, Олег Степанов, Первомытищинский. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды. Напоминаю, наши новости доступны также на сайте Первого Мытищинского и в социальных сетях. Оставайтесь с нами. Всего вам доброго. Все ли избирательные участки готовы к процессу голосования? На сегодняшний день на территории нашего городского округа Мытищи сформировано 118 избирательных комиссий. Все они готовы 17, 18 и 19 сентября предоставить нашим уважаемым избирателям возможность выполнить свой гражданский долг и проголосовать на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и на выборах в Московскую областную Думу. Голосование проходит в три дня. А принцип голосования остается тоже. То есть наши избирательные участки открываются в 8.00 по местному времени и заканчивают свою работу в 20.00 по местному времени. Для работы на участках будут использоваться стационарные избирательные ящики и переносные ящики для голосования вне помещения, то есть на дому. Как будут обеспечены противоэпидемические меры в период голосования? Меры безопасности на сегодняшний день будут обеспечены таким образом, чтобы мы смогли оградить наших уважаемых избирателей от возможности распространения ковида, то есть ковид-19. Для этого предусмотрены все необходимые меры в той части, что все избирательные участки, избирательные комиссии обеспечены необходимым количеством средств индивидуальной защиты. То есть это одноразовые маски, перчатки, антисептики и так далее, так далее. Кто будет следить за выборным процессом на избирательных участках? Практически на всех избирательных участках установлено видеонаблюдение, но это в прессе, в центральной, везде отражается постоянно. Затем также будут наблюдатели от различных партий, от различных кандидатов, и плюс члены участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Ну и, естественно, наши правоохранительные органы, они тоже будут отслеживать данную ситуацию. Какое количество бюллетеней получит избиратель, придя на участок для голосования? На сегодняшний день выборы предстоят в том числе и сложные. Почему? Потому что у нас идет двойное голосование, голосование в Государственную Думу и в Московскую областную Думу. Голосование будет идти по партийным спискам и по одномандатным избирательным округам. То есть будет 4 бюллетеня. Один бюллетень – это по общефедеральному списку. Там у нас будет, получается, что 14 партий в данном списке, то есть он очень длинный получается. Далее по одномандатным округам в Государственную Думу 9 кандидатов. По нашему избирательному округу 117-му, в Балашихинскому, в который мы входим. В Московскую областную Думу у нас получается, что в партийном списке 10 партий, а одномандатников 8 человек. То есть получается, что списки будут длинные партии, много кандидатов много. Но избиратель, уважаемый, для того, чтобы бюллетень был признан действительным, его голос был учтен, он должен проголосовать за одну партию, либо за одну кандидатуру, то есть, ну, как обычно, клеточки, и поставить какую-то отметку, там, стрелочку, крестик напротив того кандидата или той партии, которой он отдает предпочтение. Могут ли маломобильные граждане пригласить на дом представителей избирательной комиссии для того, чтобы проголосовать? Для голосования на дому на сегодняшний день уже с 9 сентября наши уважаемые избиратели могут позвонить, либо прийти и написать письменное заявление в участковую избирательную комиссию, либо в нашу территориальную избирательную комиссию, и оставить заявочку для того, чтобы мы, то есть, члены избирательных комиссий в дни установленного закона 17, 18, 19, могли прийти к ним на дом и предложить возможность по голосованию. Но прием заявок по голосованию вне помещения, он прекращается с 14.00 19 сентября. Субтитры предоставил DimaTorzok Сейчас чувствую себя с помощью вакцинации удовлетворительно. Защитила не только себя, но и своих близких. По данным исследований рекомендуют именно спутник Лайт однодозовую вакцину использовать для повторной вакцинации, потому что этого достаточно ранее привитым и переболевшим для сохранения хорошего иммунитета против COVID-19. С 1 сентября 2021 года каждый гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет может ходить бесплатно на выставки, музеи, концерты, спектакли и другие культурные мероприятия с помощью Пушкинской карты. Сейчас я тебе расскажу, как это работает. Скачай приложение Госуслуги Культура и войди в него через свою учетную запись на Госуслугах. Или пройди простую регистрацию, если учетной записи у тебя нет. Пушкинская карта сразу появится в приложении с лимитом 3000 рублей, на которой ты можешь купить электронные билеты в театры, музеи, филармонии, консерватории, культурные центры и концертные залы. Афишу мероприятий, доступных по твоей Пушкинской карте, можно будет увидеть в приложении Госуслуги Культура и на портале культура.рф. Не забудь 3000 рублей потратить до конца этого года, ведь в начале 2022 года тебе зачислится уже 5000 рублей. Круто, правда? А если ты захочешь получить карту в уникальном дизайне, то это можно сделать в ближайшем отделении Почтобанка, который стал оператором этого проекта. Оформляй Пушкинскую карту в Почтобанке. Там деньги на чудные мгновения. Когда мне звонят, я всегда кладу трубку. Был случай, когда мне позвонили из банка, даже представились начальником управления по борьбе с этими вот всякими махинациями, из Москвы исправленные. Ну, я сказал, вы вызывайте меня повесткой, я приду и разберемся. Честно, негативно, потому что вот непонятно, могут списать средства или это действительно соцопрос. Поэтому все предпочитают делать живое. Мне сын поставил программу, которая меня обезопасила. Обезопасила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Выход есть. Анонимные алкоголики Анонимные алкоголики